Соленья по-израильски. Прошлый ролик у меня залетел на миллион. Было очень много вопросов. В этом ролике я постараюсь на них ответить. Было очень много вопросов по поводу фенхеля. Вот эти темные места мы снимаем вот этой штучкой. А вы знаете, что фенхель используют и в косметологии тоже. Из фенхеля еще делают травяные чаи. Нарезаем. Стараемся нарезать все тоненько. Вот так. Смотрите, какой он внутри красивый. Цветная капуста. Цветную капусту нарезаем на небольшие соцветия. Ребят, рецепт в описании. Морковочку нарезаем тоненько. Ребят, капусту нарезаем произвольно. Я ее не люблю слишком мелкой и слишком крупной тоже. Я ее нарезаю так. А эту штучку пополам. Сельдерей. Если у вас грубый сельдерей, можно его почистить. От волокон. Сами листики нарезаем крупно. Чтобы можно было убрать, и они нам не мешали. Но они дадут и запах, и вкус. Сельдерей нарезаем вот так. Один острый перец. Если вы любите острое, добавляйте больше. Меня доченька не любит острое. Я кладу всего лишь один. Отрезаем болгарские перцы. Отрезаем чуть-чуть в длину, чтобы было удобно кушать. Банку нужно отдать с горячей водой. Обязательно. И начинаем перекладывать. Капуста. Немножко перчика. Немножко сельдерея. Морковочки. Цветная капуста. Венхель. Острий перчик. Конечно, чесночок. Куда без него. Готовный рассол. Нам понадобится 6 стаканов воды. Мой стакан 350 миллилитров. 5 столовых ложек соли, не ядированной. Сахар 3 столовые ложки. Было очень много вопросов насчет уксуса. В Израиле уксус 5% Берем самый обычный уксус. 1,5 стакана. Куркума. Чайная ложка. Куркум очень-очень полезен. Рассол должен закипеть. И провариться примерно минуту. Горячим рассолом заливаем наши овощи. Как только выйдут все пузырьки, нужно будет добавить рассола. Прикрываю крышкой. Как только остынет, убираю в холодильник. На завтра уже можно кушать. Ребят, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Мне очень интересно читать ваши комментарии. Я с удовольствием на них отвечаю. Всем хорошего дня. Пока.